как мы удачно ворвались тут только-только закончился драфт и вот и мы как раз таки врываемся на игру на про сфт против team doggy сфт конечно отличная команда которая сегодня просто не в своей тарелке находилась но я даже не знаю что сказать да видимо скрин я вас короче обманул дайте удалю свой даже твит скрина я не вижу разве что да нет вряд ли он играет на сикеры ну походу дело произошла замена и скрин у нас уже и не в этой команде тоже да все стираю удаляю все записи вы этого не видели составы команд давайте посмотрим ну сфт в своем привычном составе апекс или данный микрофон не включил я вместе с тобой смеялся но не включил микрофон уже неинтересно да и уже неинтересно посмотрим другую игру илюху мы видели а скрина не видели поэтому неинтересно да но не на самом деле другую игру в любом случае там она еще не началась во первых авторах то что закончилось поэтому но калуза и мы будем так интересно будет как здесь хотя бы есть или да но там вообще никого нету из наших не в обиду конечно финским игрокам тем не менее а куда делся скрин вот в чем вопрос кто такой никто джабс шинискрин это не скрин это джебс сейчас мы чекнем кто такой джебс может все таки в скрин может надежда умирает последний битва начинается ну я не видел короче не будет дуэли скрина или да но скрин продержался в этом составе тоже недолго видимо зато 25 коллектив да зато здесь есть и райс это знаменитый игрок на магнусе да тут он будет исполнять у нас номера него кстати тоже неплохо играет поэтому но против него топсон топсон это очень сильный арк варден и с игритами когда играли сфт топсон потрепал им нервы знатно на вардене так нико начинают обижать здесь мы видим что ноя в составе доги тоже такой достаточно да и ноя и хэстиджи ротан да это датские ребята это вот те самые парни я так понимаю у них просто увели эйса в секрет и им стало не с кем играть дисбанд разошлись не исключено что тренер какой-то команды еще райс энд присутствует да он уже такой супер ветеран конечно да райс да он очень давно играет я еще играл только начинал играть он уже бился с нами ну я имею ввиду доту 2 дот-1 кэшио а не тоже помню 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 он еще в дот-1 начинал играть с ангелом с мигелем с этой компашкой ну тоже эти датские все старички топсон пока что начинает неплохо кидает флюкс на мирану мирана далеко от крипов получает довольно много урона с этого флюкса фэрри фэр съел мне показалось интересно зачем фэрри фэр уронщик дает можно подъесть его в более какой-то интересный момент хэстиджио ротан на думе ну конечно дума это один из самых неприятных героев а тем временем у нас ст забирают дабла с никвой не пошла у них здесь некроман на бладсикере загулял чуть-чуть да тут сильная дабла с этим опарейшином опарейшин кидает очень неприятный дебаф разбил реген топсон на меди да топсон без сапога медленный а здесь уже ноя закрывает его в коге и кажется фэрри фаер фэрри фаер вот отлично и флазочка отбивается он очень хорошо сделал потому что знаешь что очень многие игроки начинают паниковать и начинают в когах стоять и не знают куда деться а топсон сразу ему поставили коги он просто сделал два удара по когам и вышел оттуда все гениальное просто мирана чуть впереди по крипам но сейчас подходит сюда никс ну огромная пачка плюс ко всему топсон здесь заберет крипов ну и к тому же мы знаем что аркварден это персонаж который традиционно очень медленно разгоняется у него достаточно сильные сплы но по хорошему он по-настоящему становится силен с появлением конечно же ультимейта с появлением большого количества слотов ну или хотя бы там первого какого-то сайланса надеюсь что минус морали никакой нету у сфт сегодня потому что выглядели они крайне неважно и вот им сейчас эта игра ловит у нас никой никой отправиться как-то очень просто здесь нику уже в очередной раз забирают очень сильная трипла надо смотреть именно вот потом уже потому что ну такие миксы они жесткие они жесткие всегда в начале они знают как убивать на линиях у них хороший миг контроль контроль у них хорошее стояние на линиях вот но потом когда начинается эта макро игра всегда коллективы более опытные они переигрывают вот я думаю все таки ну нет тут так говорить нельзя потому что все таки два микса да хоть и сфт они там более давно играют на пару недель чем темдоги но все равно команда одинаковая я думаю по макро игре это прекрасно видно как проседали у нас ребята из сфт да тут примерно один уровень третий флюкс больно дамажит конечно крипы подходят но все равно потерял достаточное количество хп флюкс штука очень опасная не стоит недооценивать выходит хеста джо ротон но ой-ой-ой сейчас может быть очень опасно потому что он как раз если получит флюкс а здесь еще и оракал который останавливает его на месте и духа и флюкс флюкс да уже никуда не денешься выпадают два домика можно камнями еще доиграть вот это играют камнями что уходит какой то дэмэдж нанести выбивать камушки по 125 дэмэдж наносит крайне неприятный момент топсон достается этот фраг неприятный конечно момент для доги давать еще и варду но вначале киллы совсем не хочется ставится вард чтобы топсона не обходили пока не видит это мне кажется варда нужно чуть влево уйти сейчас он должен увидеть рано или поздно да не видит еще ну вот уже устанавливает там ловушки видит 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 сверху никва продолжает развлекать некромана так вот мешает ему как-то подфармливать старается во всяком случае мешать но некроман здесь пока что чувствует себя хорошо некроман турецкий игрок я если честно думал был аптерос но я увидел потому что сейчас сейчас иллюзия сейчас ноя просто умрет сейчас так накидает он их тут он их двоих просто развалит на шестого аркада на выходить просто с пустой территории где нет крипов хороший вард поставили Томпсон да очень здорово разобрался тем временем продолжается подфит в исполнении верхней линии здесь никва гонится за ним некроман никва успевает успевает выбежать как он успел вообще непонятно не знаю и наш райн и наш райн ну пока что арквард насколько я понимаю должен быть где-то в топе да но далеко не первый первое место занимает некроман берется фейзы тоже не стал через сапог меда сыграть захотел пораньше ну с такой линии где постоянно идут какие-то бои наверное но и верно топсона просто оставили одного идет выход вниз здесь пексу четвертый уровень ильдан есть ли дум дума нет пошла стрела стрела залетает в пексу он спасает ильдана и некромана разгоняют очень сильно наверху этим этой дракой снизу ильдан тоже подбегает от у героев так бы не ушел никуда просто помогли сейчас вот этим гангам своему керри на топе очень помогли да в итоге погибает у нас дабла снизу и опять забирают во-первых помогли керри сверху во-вторых еще и забирают дополнительные накиды два флюкса два духа ставится ну топсон здесь конечно никого не убьет но очень сильно развлекает и райс тратит постоянно клокверк топсон ловит эра очень взлетает отлично отлично два шесть два хорошо темдоги заигрался топсон явно да очень хорошо действует темдоги я бы сказал что сфт вообще не в своей тарелке и просто настолько вот плохой игры от них я давненько не видел просто их месяц по всем линиям и все выходы соперника оказываются результативными такое ощущение что они просто знаешь как в папочки пришли и не хотят с линией уходить хотят что-то пофармить то есть как это было вот как опять же было против ну когда топсон играл в отборочных пкл по моему мажор или сл пкл минор или сл мажора и вот загнобили в начале но он пошел на топ сделал там какие-то фраги в этот момент команда собирается вместе делает что-то в ответ а здесь просто стоят на линиях и практически даже от саппортов никаких передвижений нет жалкая бледная тень самих себя пошел в топчик сказать тебе нави проигрывает первую игру тем спирит серьезно они же там вели ну теперь проигрывают вели не довели вообще не довели минус никла влетает нет не улетает я даже могу сказать как это было герой после того как улетает он делает небольшой подшаг а куда он улетел вот сюда он улетел он здесь под тертрисом ты видишь мои клики где армор поставил он там умер безусловно неприятно но там скорее всего момент такой что после того как герой делает тп куда бы он ни делал он делает небольшой шаг и из-за этого шага он был под ультой Bloodseeker из-за этого шага он погиб то есть он в принципе мог постоять на нем не было вроде как никакого периодического урона рубу фенома я не вижу просто погиб смертью храба это 27 жил до конца умер как герой ну да жил до конца это конечно правда вот насчет того как он умер не знаю даже выход но я без 6 уровня без 6 уровня ледана здесь поймать не получится не отходит райс что у нас у топсона у топсона заделанный мидасик ну естественно это мидасик это же аркварден да еще я могу сказать что за этим спирит стендингом играл вместо фобоса маг а вот так вот то есть там пошли пошли ротации какие-то они снизу дает очень сильно и плюс со своими тиммейтами topсон давид fits изнизу давит и του уш уродит стрела попадает piss один Madrigal надо всех сбираем совсем он ее и я пытается бить access же ротона но он под ригеном можно четвертой армор по 4 земле Кого ты бьешь? Вообще, я могу Как бы такую Ну, это очевидная вещь, но тем не менее Ловить стрелу Мирана, это, конечно, здорово Ты отдаешь много урона Но стоит помнить о том, что Ты ловишь урон, но Стан, он как бы длится 5 секунды И ты не передаешь Стан Миране, она не будет стоять в стане 5 секунд Ты будешь стоять в стане 5 секунд В связи с этим я не совсем понимаю Миран доняет вышку, хорошая игра Топсону еще и вышку не отдали здесь Перу еще может полететь В Топсон она не попадает, попадает почти Хасты, но Не долетает Ну, было близко, потому что попасть в Топсон Сбирает хасту и идет на топ Есть Tempest Double Все, аппарат Должен джеб сбивать Топсон, если что, делает телепорт, он не будет ничего делать Аппарат просто улетит Нет, аппарат живет, смотрите-ка, я думаю, погибнет Топсон находится еще под Рубтурой, нужно выйти Выходит, Сикер ловит на Карапас Да, поймать на Карапас желание настолько ОСТ большое, что он, как мы видели, даже стрелы на Карапас А снизу, тем временем, Элидан Промазал, как же ты промазал, Хэстеджо Роттен Это, это просто провал И сейчас Элидан еще и выживет Хэстеджо улетает Промазал шокуэйвом Как можно промазать шокуэйвом? И такое тоже бывает Ну, брака очень много в микро Действительно, как будто Какой-то, смотрю, низкокачественный папчик Причем Ну, не низкокачественный, нормальный папчик Ну, нормальный, да Но, ключевое слово, папчик Низкокачественную профессиональную игру Причем, про Доги я ничего не могу сказать Про СТ я знаю, что они могут играть лучше Но Элидан все-таки умрет, мне кажется, со своей смертью Да, да, да Увы И ах, на этот раз Дум всем попадает Элидан, конечно, отхиливается очень жестко Но все равно забирают его Пексу Также здесь Нет, Пексу идет Нету шестого уровня 11-2 Счет Тысячу голды у нас ведут Тим Доги Но тут еще ничего не ясно Ну да, тут Арквартен Тут такой момент, что он сейчас возьмет свой Мидас И Пойдет Пошел Мидасировать раз Мидасировать два Флюкс Все в крипов Мидас также берет Сикер Все-таки он взял себе Мидас Думал, что не будет брать Ну, у Некромана все очень хорошо Он топовый по Нетворцу Элидан, конечно, просел Достаточно серьезно Мне кажется, с этой линией он должен был больше выносить Но 0-3, говорят, сами за себя Очень не кстати Три смерти было Стрела от Эрайза Разведывал все Есть ДД в бутылке, поэтому Лезть на него вряд ли кто-то захочет Очень много дум имеет Вот хотелось бы отметить Дум и также Клокверк Который является Суппортом Он практически догнал оффлейнера Заходит большими силами сюда На Творчики посмотрел Так что Томпсон, Томпсон Мидас Сейчас будет фармить себе Соответственно Маостром Это матерва лаз Или сначала Джекса 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 видит, но станов никаких нету У Арквардена Поэтому Спокойненько Сверху Дум доняет вышку Полетел сюда Ульта Опарейшн Также у Дума Есть Ультимейт Ой Как он попадает Как он не цепляет Дум пошел Фолз Промис Но нет Тут Без шансов Хотя подхиливают Нет, подхиливают Должна отрагенция Данная Чуть ли не фуловая Не то что фуловая Но больше хп Много хп Но и остается Но и должен умирать И с рипера тоже Нет, с рипера не умирает Он забирает А там вот Хэстер Жирота нагоняют Там сейчас будет еще Да Войд будет Минус Ульта аппарата Жалко не попала Велидана Так бы его конечно убили Да Так бы его определенно убили Некроман тем временем Ломает вышку На центральной линии Стоит отметить Что это вообще была драка Без Некромана И без Арайза То есть фактически Дум Клокверк И Апарейшн Втроем там дрались И то Апарейшн Ультой не попал Без коров Аркан руну забирает Никуа Делает ТП Пошла стрела Вынужден отменять Из-за этого ТП Поспешил с телепортом Чуть бы отошел Сделал ТП Спокойно уходил Забирают Ну хорошая синергия Двух игроков Чувствуют Друг другу Помогают Сикер делает себе Радианс Ну такой типичный Сикер Вот у нас сегодня Был не типичный Сикер Это будет самый Самый-самый обычный Нет Скрин Здесь не играет Ребят Мы не знаем Куда он делся Да Мы сами ожидали Его увидеть Скрин на кикнули Он уже пошел на рекорд Его не то что там После недели Где-то в команде Дня Может быть Бест оф 3 После бест оф 1 Его уже Как бы убирают Уз команды Ну не И у него рекорды Были пожестче У него были рекорды Там 4 минуты Четок у того 4 минуты в команде Просто Возьмите мне Таска Ребята Ремейк Замена Да У нас Тендин Будет играть Ну уже не смешно Не знаю Мне грустно Сикера залетает Ульта Сикер сопротивляется Дает еще Валидана Ответку Сикер отхиливается И в итоге Сикера здесь не убивают Иллидан замерзает Иллидан все потратил Фоллс промис Но лопается Иллидан Следом лопается СТ Никого не отпустят Пекса тоже отсюда не уйдет Даже попытку телепорта Можно не пытаться сделать А просто с рук задолбить Минус 3 15-4 Ну как там Ты говоришь Не в своей тарелке У нас СФТ Да уж В чужой тарелке Где-то Спят Причем Лицом У некроманов Все очень хорошо По карте Размазывают И не чувствуют Хоть и там И преимущество По золоту Небольшое У нас У Доги Но Именно Вот я опыт Хочу посмотреть Опыт Да на самом деле Опыт Тоже немного 3000 Ну немного Но Как бы Сам рисунок игры Мидас Делает Мьёльнир Для начала Потом будет Делать Травела У Сикера К этому моменту Уже скорее всего Появится Рейденс Клокверк СТ-СТ Находит Двух героев Но у них нет Центре Нету просветок Он тоже Не решает Атаковать Слишком страшно На топ Выход у нас Боятся нападать На томсона С этими героями Конечно Все думано Накинуть Можно Пробить Но дума Очень неприятен Наркварден Вот это Наверное Самая большая Для него В перспективе Проблема Потому что Хороший дум Спуску не даст Что в принципе С секретами и было Там дум не простил Дабл демер снизу Араис подбирает Ну можно Не знаю Выход вниз Что-то сделать Но там вард хороший стоит Вард хороший стоит Он сейчас упадет И прямо на последнем Суме из дыхания Он увидел То что Ребята Забрали Это дедай снизу И Наверх До дума Тут два телепорта Хороший Коги Минус СТ Конечно же Но Вот Остальных персонажей Уже не цепанут Никвай тоже улетит Ну Такой размен себе На самом деле У дума Нетворс Серьезнее будет В пользу СТ В пользу СТ Явно В пользу СТ В пользу СТ На 500 золота На 300 На 300 золота На 500 опыта Хорошо разменялись 16-5 3000 преимущества Снизу Или дан Душит Тобсон Хочет все-таки Мьёльнер дофармить Бивер душит Когда его даже нету Да Бивер там Наю поддушит Я так и не знаю Биверда поддушил Наю разочек А то есть там уже все Там уже задушено Окончательно Я думал Там они только проиграли Уже заканчиваются Пики второй игры Ой Да Да-да-да Второй Пексу Никуа Заходит в лес Опять Все вторая смерть Если она Это же ротно будет Ночи нету Ночи нету Он просто ушел Странно как-то вышел Мои росты Забирали бы его Он в землю подключил бы Завязал бы стики Рипер бы не зашел У него очень сильный реген У него просто Очень сильный реген В земле То есть СТ Видит Трех персонажей Но видит О, сейчас на Шрайне будет драка Некромана надо ловить Вот Некромана можно забирать Но там плохо Ой-ой-ой И пошла ульта Пошел под хил Бежит, бежит Некроман Несет себе радианс Начинает оскоряться И просто убегает На Шрайне, на Шрайне На Шрайне, на Шрайне Просто на Шрайне Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Нет, все выжил Просто на Шрайне улетел Элидан очень сильно просял Вот Элидану не стоило вообще бежать Хотя там параллельно еще кого-то Там Никса избивали И он был очень битый Из-за этого Забавно, Некроман Убежал От последнего вот этого Снаряда Радианс есть Теперь пойдет с Радиансом Меситься Делает себе Форстаф Я думал, что БКБ какой-то приобретет Тем временем Мьёльнир готов у Топсона Будет делать себе Топсон Травела Магнетик Филд Некроман вообще один Попадает под Крапас Можно сейчас Флюкс ему дать Нет, Флюкс почему-то не стал закидывать Я не знаю почему Блокенбар не хочет собрать У него с Некроману Сейчас следующим У него был бы Радианс Блокенбар Он бы просто бегал по драке Ему бы не было страшного Вообще ничего Ни Карапаса от Радианса Ни всякие там Спарк Рейс и Флюксы И Саки Сайланс и Сталкеров Ну просто БКБ собери Зачем тебе этот Форстаф Нужен ли он тебе сейчас Ну, его выбор Его жизнево правило, как говорится Сверху опять будет выход 8 секунд Ну вот, и Некромана Скорее всего Сейчас уже Курс забрать Нет, инвиз Отличный Просто отлично Ловит СТ Надо просто моментально Я не знаю Что-то не телепорты делать Но Никс Дум пошел на Арквардена На настоящего Влетает в Клокверка Очень неплохо Фолс Промис Накладывается Некроман Забирает Никву Пексу Забирает Хестеджо Роттан Или Дан еще может умереть на базе Потому что у нее нет Регена Нет, отрегеневается все-таки Ну, неплохо Могло быть намного хуже для СФТ Хоть их видели Первую драку начали Но Надо не Кровса Фокусить первым Четыре тысячи урона Раздал Варден Очень неплохо Варден вообще Сыграл в этой игре В этой ситуации У него была копия Несмотря на то, что ему дали думан Просто убежал А копия уже Начинала раздавать дэмэдж Причем Ничего не опасаясь Ничего не опасаясь Райз Роман бегает с выключенным Радиком Ну, возможно, боится Никса Снизу Сейчас контратака будет СТ Видит его Пошла ульта аппарата Попадает ульта аппаратона Но, кажется Сикер здесь приплыл Да, Сикер приплыл Да, и Пексу тоже Да, может добивать На самом деле Я не знаю Почему нет попытки добить Все, идут за элитаном Идут за Пексу Ильюху надо тоже забирать Да, забирайте Пексу Где-то тут Вот, видит его Нашли, нашли, нашли Попадает в Стархол Минус четыре Минус четыре Забрали Сикер аппаратона Но потеряли четырех героев Топсон Единственный Кто вообще в этой драке Не участвовал Ну, как-то уж Совсем четыре плюс один Смотрится Вот эта дота Хотя Топсон одевается У него даже Все очень неплохо Учитывая, что Сикера сейчас убили Он от него еще оторвется Да, вот Копию вниз Копия начинает развлекать Можно себя Мьёльнер повесить Магнетик филд Все дела Да, ну Топсон опытный Аркварден Знает, что делать Силы света Укрепили свои сооружения Как-то не впечатляет Доги, несмотря на то, что СФТ играют Ну, вот видно прям Не так, как Они могут Но доги даже Этих СФТ Не могут победить И мне кажется Аркварден здесь Выйдет в свои артефакты Ну, я вот вижу уже пика После пики Какой-то Сайланс Либо Хекс Ну, вообще Блаторн Скорее всего На этом герой Блаторн Обычно заходит Делает БКБ Некроман Он передумал Со своим форстафом Да, 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 да Именно он Но и нужно Находит Элидана Нет, Элидан Вовремя ушел отсюда Летит Аркварден Нет, это копия Ой, не попадает Хуком у нас Ну, даже близко Не попадает Копию можно подфармить Копию можно 180 голды А чего не фармят? Боится на код Стучно сильно Наверное Ну, надо было забирать 180 голды Это деньги Потом бы отрегенили Сгенть Параллельно Мирана находит Пексу Пексу пытается Остановить Мирана Мирана идет за ним Пексу мансует Пексу кидает на себя Ульту Пытается сделать ТП Нет Просто выигрывает Время Нал chance Пункт дал так Один ударчик И развернулся Преимущество не растет Просто не растет Это из Арквардена У него 14 тысяч Общая ценность Какие другие персонажи Ну, пас на своих ролях Обгоняют Каждую роль Броса команды Ловят или Даны Или Дан Пексу перед ним Без ТП Вернее ТП на кулдауне Вставь ТВО Дают Doom Или Дан погибает И еще Еще СТ И этого тоже Под ульту Минус И этого тоже Вот теперь Вырываются Немножечко Хотя бы вперед У нас Доги Не знаю Тут Топсон Против Девятерых Как эту игру Назвать Топсон ВС9 Как хочешь Назвай Топсон Тренировка С отягощением Пока что Ну, такое ощущение Что в этом и есть план Вообще всей команды Потому что Топсон Сознательно Никуда не приходит Просто вот так вот Фармит Команде своей Вообще не помогает В расчете на то Что она там Будет более-менее Хотя бы держаться Команда не держатся Да не, как все печально Смотрится Топсон и ребята Топсон и ребята И Елена Томпсон Деньги могут все И Райс находит ДДшечку Как бы никуда тоже не торопиться Видимо Монтаун не появляется Просто по блокинбару По блокинбару Каждому парню Из Тимдоги Да, вот Дум Собирает блокинбар У Блудсикера Есть блокинбар Соответственно Клок, да Он собирает возвратку Ему не нужен блокинбар И вот рано или поздно Мирами будем Тимдоги Стрелой не попали Стрелой Валидана Не попали Подкоп в никуда Карапас и Сикер Опять застанился Карапасами Топсон Снова вся команда Она бежит Я не знаю Зачем они Вы все потратили Ребята Не надо В Илью залетает Ультимейт Нет Он успел отивейдить Найтсталкера Забирают По КБ На Сикере Или Дан Как же больно Ирайс там настрелял В копию Залетает стрела Топсон уже понял Чем это пахнет Забирают еще и Никса Погоня за Топсоном Дум его преследует До конца Забирают И какой Сикер Вот этому спит Да Такого парня не убежишь Ну Топсон решил помочь команде Это была его роковая ошибка Они попытались напасть У них ничего не получилось И идут дальше Просто бегут Два героя спереди Три героя сзади Понятное дело Их сейчас раскатают Но их раскатили По драке Странное решение На самом деле Сейчас сказал команде Все больше Ну да Решение странное Я не знаю Вообще ничего не получается Здесь еще и Топсон погибает Сразу им заходит на хайграунд Ломают Тир-3 Подходит сюда СТ-СТ Дает Крапасов Сикера Но это минус Бараки уже точно Варден Получался такой уровень Что не может выйти Из таверны Еще один Крапасов Илья Илья не успевает Дать косу Получает дум Ловит все Сейчас можно еще На развороте С Хука влететь И там их всех Разорвать Просто великолепная игра У нас от Тимдоги Да Тимдоги Собирают Все что Не собрано Вот кстати говоря С БКБшкой Все изменилось Очень серьезно То есть не было БКБ Как-то Сикеру было тяжело А с БКБшкой Уже ворвались И нараздавали Очень много урона 9 друзей Топсона Скорее 9 врагов Топсона Ну такой варден Пока вообще Как-то не внушает Ужаса Особенно против дума Здесь нужно Очень много еще Варденов Собирать Всего Дум просто Безцеремонно Съедает крипа Под мьёльниром Как под острым соусом И останавливает Игру Иллидан Видимо там Успокаивает своих ребят Да там надо Тормознуться Как-то Чуть-чуть Потому что Вот эту драку Которую они провели Она просто была ужасная Если бы я был их тренером Я бы на них Очень сильно ругался За то что Они принимают Такие решения Там уже Я смотрю Уже появляются Знаешь как это Статьи Которые Никак иначе Кроме как Некролог Нави Назвать нельзя Некролог? Ну типа да Нави еще играют И вполне неплохо А уже появляются Статьи В которых там Все там Почему Нави Скатились После первого Поражения Ну У них Во второй игре Все хорошо Да Но тем не менее Некрология уже Ну блин Это стандартная тема Это же Нави И СНГ комьюнити Знаешь Это Малейшая искорка Успеха И все Все боготворят Но чуть-чуть Хотя бы где-то Какие-то неудачи Все Сразу закапывают Уже Надгробие готово Мерки снимают Не знаю Я перестал это все читать Да ладно Иногда бывает весело Там не всегда же Только негатив Иногда реально Позитивные вещи Я читаю про доту Когда скучно Вместе с факером Когда он ее читает На всех чемпионатах Боже упаси Я же не про доту имел Ну я тебе говорю Вот эти все Сайты Все где написано И про доту И все остальные Вот эти сайты Где сидят Тысячи людей И комментируют И пишут Эти всякие некрологи Зачем В голову все Засорять Ерундой Да Вот я не могу удержаться Постоянно Засоряю себе голову Эрундой Ну блин Не знаю Не могу удержаться Интересно Что пишут Болельщики Там реально Очень много Таких Знаешь Откровенно Искренних Постов Ну там Бывают искренние Посты А бывают И совсем невнятные И вот совсем Невнятных постов Там Процентов 80 или 90 А искренние посты Их очень редко В этом мусоре Найдешь Поэтому Толку копаться В мусоре Чтоб найти Что-то полезное Я может быть Был енотом В прошлой жизни Ну я проще Вот от тебя Услышу Что там Что-то позитивное Пишут И порадуюсь Ладно Вернемся к игре Вернемся к игре Тут у нас Только что Умерла копия Арквардена Забирают вышку 12 уже Тысяч перевеса Собственно Все на ваших экранах Неплохо было бы Рошана забрать Но тяжело Пушить Вардена Да Тут из-за этого Магнатик Филда Который он постоянно ставит Очень тяжело Пушить Вардена Проще Вот так вот Поиграть Еще в кошки-мышки Немного Тем более Что пока что Получается очень хорошо Идетан Ну вот я смотрю Даже на этим билды Ну вот догон Ну вот не помню я Чтобы Это все раньше Собирали СФТ Смотри Некроман Как хитро делает А Как же он хитро делает Он выключает Радианс Для того Чтобы Чтобы Абкарапаса не удариться Да Он вот как только Дофармил пачку Он сразу же выключает Радианс Чтобы не удариться Абкарапаса И Никс Ассасин Бегал За ним бегал Это тонкости А на самом деле Вот как минимум В этот раз Ему спасло жизнь Ну или спасло его От атаки Мирана 30 скорости атаки 50 к урону Очень давно Я не видел Что брали талант На плюс 100 Скорости атаки От лип Не знаю Я не знаю Почему они берут На самом деле Потому что Это жестко Это очень Очень круто Но это два гиперстона Это не два Ладно не брут Это не два Это 8 гиперстонов 7 8 гиперстонов В команде 8-7 Так все верно Просто халявные Вот если пятером Липнулся перед своим Сколько баф идет Баф идет у нас На протяжении 5 секунд Ну какую-нибудь вышку Рошана бить Вышку ломать Да конечно Просто липнулся И все Халявный Вот три стрелы Ну Залетят Минус 40 Райс тут Легчайший Для него фраг Гуд лайк 9-0-15 Ничего себе Вообще законно Ни разу не умер В этой игре Копия Копия еще 180 Ну Рошана Рошана надо Тот самый момент Варды поставили Отличные варды Ставят Поро Давно надо забирать Эрла пустить Сейчас Рошана И просто убить его Моментально Медальки Есть какие-нибудь Медальки Медальки Нету Медальки Все играют на себя Это же стак Это Это Микс Тут никто не будет Командные артефакты Собирать Все любят поиграть Как на фпл Там тоже Забирают Казалось бы Казалось бы Без гема Это вообще не игра Против них С ассасином Но вот Насколько Все плохо СВТ Что против них Гема не берут Ой Лидан Попадает Под ульту Надо Бежать на шрайн Попадает Еще под ульту Аппарата Неприятно У него Очень Все Очень Все Не очень Ну он конечно Не погибнет Здесь Но все равно Урона много Довольно таки Впитал Выходит на шрайн У нас игроки Доги Забирают Нижний шрайн Верхний шрайн Уже забрали Ну много Ведут Сейчас 17 тысяч Поведут уже Почти Ну надо Что то Сфт придумывать Потому что Просто так На месте Стоять С их персонажами Ну не выигрывается Мирана Все таки Дум Блотсикер Ну вот шанс Посильнее Посильнее будет Аркварден Райса почти Почти взяли За жабры Но нет Это без комментариев То есть Никс Уже даже не кусает Он сразу дает Стан Чтобы наверняка Попасть Но Такой пинг Как бы Работает Причем Мирана просто Бежала по прямой Она даже никуда Не мансовала Ничего Ну вообще Ничего не получается Сфт Просто какой-то Как вот эта вот Картинка С этим Ультимейта Блотсикера Хоть и подавили Снова все равно Короче Копию зафармили Сто восемь долларов Получили Так Можно еще Панцевать Да не сейчас Что что Они отрегенятся Дум открутятся Ультимейты открутятся И пойдут опять Не знаю Возможно Они тоже даже пойдут Попытки будут поймать Кого-то Сейчас Без ультимейта Возможно У меня есть еще одна Теория Почему сегодня Все так плохо Причем Вчера уже Все было плохо В СНГ И сегодня плохо Мне кажется Начинает сказываться То что Вот такие команды Как СФТ Такие команды Как Спирит Они играли Все это время Миллиард матчей И они просто Уже выдохлись Все Они уже больше Не могут ВП играли Не так много игр Доги Мне кажется Тоже Они участвовали Далеко не во всех Отборочных Я могу быть неправ Но просто Вот конкретно СФТ Они играли Больше всех По-моему Потому что Они проходили Везде Где только можно Как и Нави Те же Как и Спирит У Нави Были до полуфинального Матча с ВП Где они проиграли 2-1 Стрик Не стрик А счет Вообще по картам Вот за Это начало сезона 33-5 В официальных матчах Ими 38 карт сыграли То есть они сыграли 38 карт Вот что Хотелось бы подчеркнуть Аркварден ловят Ой Как же сочно Его поймали Залетает Ультимейт Пексу Но нет Тут уже все Арквардену конец Слишком много урона Взрывается Коса залетает Никуда по-моему Байбэк от Вардена Падает нижняя линия За которую в принципе Уже можно было и не драться Это нижняя линия Ну дрались конечно же За Вардена Мирана использует лип На развороте Топсона Прыгает дом У Топсона Линкенсфера Очень нужна ему Линкенсфера против дума Естественно Сикер там носится С Аегисом Пытается кого-то убить Барак добили Ну и на мидл Сейчас будет выход Там кстати Через где-то 50 секунд Пропадет Аегис Поэтому можно Отойти или разменять его Но по поводу Т-35 33-5 Некоторые команды В межсезонке В том сезоне Это там ЕГЭ ОДЖИ Там между мейджорами Они периодически Играли меньше карт Чем нави Сыграли за эти Две недели Тихо неделю Зимой ЕГЭ Отыграли По-моему 10 матчей 10 матчей Баст оф 3 Ну максимум 15 карт Ну соответственно Там некоторые матчи Заканчивались 2-0 А тут Нави 38 Сыграет Я знаю По такой доте Мне кажется Первый лан Просто И команда Которая Сыграет не так много Матчей Допустим Те же Ликвид Грамотно подойдут И они просто Уничтожат Они просто Уничтожат Всех своих соперников А если говорить Про Ну скажем так Последний лан В сезоне В каком нибудь Допустим Осеннем Наверняка Ж будет Перерыв Между ланами Тут Иллидан Выталкивает Его Ой Дум Никуда Туда Никуда Никуда Не выталкивает Оракла Нету Оракл ТП Только на базу Иллидана Забирает Иллидан Без байбека Сталкивает Без байбека Никс Без байбека Но быстро Повется Через 15 секунд Тобсон Сейчас будет Крепскипить Снизу Крепы подходят Их нужно срочно Убивать Нет Обязанне будет Крепскипить У него Умерла Копия Ну Снизу Крепы Сейчас Подойдут И просто Помиду Будут Из-за этого Заходить Туда Защит Мордора Нету Да Ну 10 Я так понимаю Как-то С самого Начала Тем Доге На самом деле Уверенно Все Все Туда Сферу Уверенно Переиграли Прямо С самого Начала Ничего не клеил У нас Сфт Да Собираю Тир 3 Причем Чем дальше Тем хуже Сфт Смотрелись Вот прям Ну Финальный аккорд Был на этой драке Когда они побежали Вот здесь И здесь Вот отдались Снизу Это была Мне кажется Финальная точка После которой Они прям уже Я думаю Не рассчитывали Выиграть Или Тим Доги Не рассчитывали Проиграть Ой 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 Красиво Погибнет Дум Правда Погибает Дум Погибнет Но Тут Сикер Сикер Подбешеным Мувспидом 600 с лишним Единиц Старайся Коса Залетает Это кстати Первая коса На моей памяти За последние Минут 15 Успешная Да Которая Влетела Хорошо Если не больше Кстати Реально Такой Некор Но И кстати Встрял Да Вот это Он конечно Делает ТП И нечем сбить У тебя все тоже нечем Нет Все таки Успевает Успевает Сработать Дев пульс Успевает Разработать Дагон Дагон Четвертого уровня У Эльдана Ну 26 тысяч Две потерянные стороны Там сейчас Докупят еще себе Артефактов И Придут снова И надо будет Как-то с ними Драться Здесь Манта Актарин Какие-то Сумасшедшие Артефакты У Бладсикера У Мирана Ленгенсфера Она ее Практически Может купить Там Немножко Подфармив Дум Очень одетый Блэдмейл Шива БКБ Причем БКБ Нет Не свеженькая Клокверк с пайпом Форстафом И Опарейшн У которого Такой вот Билд То есть Опарейшн Он как два Суппорта Вместе взятых Фактически Команды СФТ Это конечно Не дело Золото Какие-то новости Печальные пишут У нас Какие Умер Бэрри Дэнн В возрасте 79 лет Подаривший Голоса Рубика Фотом Лансера И Чаус Найта Вот так вот Печальная новость 70 Да Ну 79 лет Это не так уж и мало Тут уже Чуть-чуть печали Оно стримы Как будто Эта игра Недостаточно печальная Еще больше печали Еще больше печали Сикер делает Дагон себе Пятый Основные изменения Которые необходимы Доте На данный момент Вторая часть Блога скрина Блога? Да Блог написал? Да Да ладно Ну это 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 на тему Доты На самом деле Вот здесь Я уже готов Слушать Абсолютно любые мнения Но мне бы очень хотел Чтобы чье-то мнение Уже было Хоть-я-бы попытка Реализовать Что же нужно Изменить в Доте Именно не как В соревновательной игре А как в игре В которую играют Много людей Потому что онлайн Продолжает падать И если честно Ну желания у людей В Доте играть Все меньше и меньше При том что Ну показатель Что Доте нравится Как игра Это то Что показатель Трансляций Онлайн Он не падает То есть смотреть весело Но вот играть Извините Че-то заходить Не хочется Да Да им давно пора Просто позаимствовать Своровать идею Лола В ММРе Вот и все И влепить туда денег Давно Пора переходить На этот Как это На формат ТВ-шоу А не игры Где просто люди смотрят Да не ТВ-шоу Просто ты берешь Я уже не хочу комментировать Эту игру Она заканчивается реально Ну скоро закончится Я жду пока Выиграют у нас Тимдоги И все В общем Сделать Вот эти лиги Там рубиновые Золотые Как там Воли Ну и влепить Ну я думаю Вальвы Не страшно Давай там раз в месяц Не знаю 100 тысяч долларов Ну не в месяц Да там давай сезон Сделаем там 2-3 месяца Кстати 100 тысяч долларов Там распределять Между там Первыми и 10 местами Да Вот И во-первых Будут игроки стараться Во-вторых Будет разбит этот ММР Очень хорошо Я думаю Эти лиги Прямо будут заходить И люди будут Хотеть играть в этот ММР Потому что вот у меня Вот никакого желания Нету играть в ММР Вообще вот Мне все говорят Ты там не играешь И так далее А у меня просто нет желания Играть У меня нет желания Играть потому что там Играет Блядь уёб Извиняюсь Награда моя Ну по-другому Я не могу назвать По-другому Да Так просто крик души Такой был Я Хоть я и на официальной трансляции Я исключительно С друзьями поигрывал Ну я с друзьями С друзьями играть отлично С друзьями играть отлично Пятером собрался Там Побегал Фан А когда ты там один Хочешь зайти Или что-то Где-то там Увеличить свой ММР Но Тут вообще Для меня вообще не кайф Врыв На Некрофоса Некрофос Под фоллс промисом Бараки Под двойным Магнетик филдом Удаётся убить дума Но теряют Ник сам Иран съедает сыр На последний хп Некрофос выживает Но он всё ещё Под думом И Некрофоса тоже забирают 106 секунд Безвардена Падает последний Барак Всё Последний Барак Упал Коса Ну это должно было Свершиться Потому что уже Они реально Из последних сил держались Не знаю почему Если вообще не сдаются Раньше Они пытаются На что-то надеяться А они всё ещё Не сдаются Эти больше Ну да Что Аркварден Затащит эту катку Что Некрофос С Дагоном Тоже затащит эту катку Такой Некрофос Не тащит Некрофос должен быть Толстым Чтобы потащить катку Ещё в неё Эра влетает Тройная Илюша ловит Всё сегодня Илюха сегодня Не в своей тарелке Вообще Блэкенбары Да и так далее Что сейчас Как раз тоже Вообще Ничего не нравится Как-то Пару дней назад Они смотрелись Куда лучше Не знаю Можем более мотивированы И так далее Он там постоянно В твиттере писал Что мы прошли Опен квалификации Туда-сюда Мы там Будем выступать Там-то Там-то Вот А сейчас Играли походу лучше А сейчас как-то Не знаю Походу начали играть Против сильных команд Не против команд Которые в опен квалификации У нас играют Вот И у них Что-то Дух упал Мне кажется Да Потому что они реально Делают какую-то Периодически Ересь А вроде Умеют играть Я видел Что они умеют Их и хорошие там Движения у них По карте И задумки неплохие И пики И Илюха Блэкенбар Прожимал Когда надо А вот сейчас Вот опять 32 тысячи 4 на 5 Шансов Выиграть Эту игру У СФТ Практически Некаких Невозможно проиграть Сейчас я могу верно сказать Да Сейчас Ты можешь Абсолютно верно сказать До конца гейминг Я думаю ГГН в этой игре Не будет написано Я не знаю Чего они ждут Просто Это не знаю Как Мы не пишем ГГ пока трон не упадет Или что Написали бы Там Обсудили Поправили Пошли в следующую Треть секунды До того Как падает трон Я не могу сказать Возможно Там какое-то Идет испытание Не знаю На время Испытание силы воли Как долго мы можем Проигрывать Тайм рейтинг Вообще Илюха уже играл Долгую игру в своей жизни Одну из самых Долгих игр в своей жизни На антимаге Мне кажется Ему уже не хочется Играть такие игры Ну как видишь 0.14 У СТ На самом деле Напомню Что это капитан команды И возможно Именно В его игре Неудачник роется Ну ты Может быть У него Нинус мораль И все И команду Некому координировать Я Не знаю В чем проблема СФТ Но Тимдоги Просто Вытерли О них ноги В этой игре По другому Даже и не сказать 1.0 Больше добавить Нам нечего Мы уйдем На перерыв И вернемся Ко второй игре Продолжение следует... Продолжение следует...